Всем привет, всем доброй ночи, точнее ночи у меня, а вам доброго времени суток. Мы сейчас с Женей и отправляемся в дальние путешествия. Ну, действительно, в дальние, потому что впереди, наверное, где-то тысячи километров. Едем вдвоем. Вообще по плану было как бы ехать втроем, но эти планы менялись, то есть ехать с Дианой. И так как она у нас учится 4 числа, ей уже в школу можно было бы, конечно, может быть, и как-то пропустить, но там еще репетиция в 9 мая, поэтому, в общем, Диана сказала, что она остается. Надолго, конечно, сомневалась. Ну ладно, все, не будем сейчас об этом, потому что мне так как бы непросто об этом говорить. Я себя настраиваю на нормальную такую волну, потому что приди, ну, дорога длинная. Вот, сейчас вечер, время 10 часов вечера, и мы выезжаем из Жени, выезжаем к морю. Честно вам скажу, где именно остановимся, понятия не имею, то есть где-то это может быть Анапа, может быть Геленджик, но там уже по ходу посмотрим. Даже не определились с местом, ничего не выбирали, будем искать там по ходу все. Так что погнали вместе с нами. Остановились. Ну, здесь заправочка, в общем-то, кофейком попить. Ну, еще мало мы проехали, мы сейчас в Новую Усну проехали. Как бы впереди длинная ночь. И кофе нет, я так поняла. Да-да. На тебе ваши деньги. А что, наличными и принимал? Серьезно? Сдачи нет. Так бывает? Ну, ладно. В общем, как-то так, кофе попить, немножечко взбодриться. И поедем дальше. С Дианой списывалась как-то. Она там сейчас пиццу ест. Ну, честно вам скажу, как-то, конечно, лучше, когда она с нами. Ну, так сложилось. Может быть, поэтому я немножечко грустненькая, но все будет нормально. Сейчас более-менее сподрюсь кофейком. Вот. Честно вам скажу, настроение такое, потому что Диана не поехала с нами, поэтому немножко грустно. Ну, и если бы поехали... Ну, меньше просто никак не получалось, только вот и так уже на пять дней. Тут был вариант либо ехать, либо не ехать совсем. Я уже в конце, когда все сумки, чемоданы, можно сказать, все было собрано, я думала, ну, все, наверное, мы не поедем. Ну, в общем, как-то так. И потом все-таки решила, что поедем. Не знаю, правильно, неправильно. Ну, что сделано, то сделано уже, как бы едем. Вот. А Диана, получается, 4-го числа ей в школу. Всю дорогу теперь для Дианы. Буду думать, надо сейчас перестраиваться немножечко все-таки. Кстати, она осталась под присмотром. Она с бабушкой. И там моя мама еще будет к ним приходить. То есть, как бы, вот так она не одна осталась. Первая пробка. Я даже не думала, что сейчас весной могут быть пробки. Да, и не маленькая пробка. Длинная, да? Длинная. Обалдеть. Ну, что делать? Время сейчас, кстати, час тринадцати. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, спинка затекала. Что за... Тебе спинка затекала? Да, это мы будем так не... Не, она не сильно длинная, прям скажите. Да, правда же так. Ну, да, смотри. Смотрите. Смотрите. Всего лишь на весь телефон, да? Ну, да. Ну, там же будет есть. Чинишь. Так что едем. Ребята, мы в очередной пробочке. Время полтретьего. Перекусили. В процессе. И продолжаем ползти. Ну, где-то стоять, где-то ползти. Как-то так. Пробы, кстати, очень много. Ребята, сейчас уже семь утра, начни восемь. Семь тридцать восемь, если быть точной. Ну, во сколько, ты думаешь, мы приедем? В одиннадцать дверь семь. А, это по твоему маршрутизатору. Понятно. Ой, я спала, ребят. Спала. В начале, где-то часов, наверное, до трех я не спала. Даже зачитывала юморные комментарии на дзене. Так юморилась. Ой. В общем, людей, да, вот как говорят, поговорка, я не помню ее дословно. Его в дверь, да, или там ее, так она в окно и во все щели. Вот точно так же. Закрыла комментарии, так люди начали гадости писать на кулинарном канале. Вообще не по теме. Вот дают, а? Народ какой у нас. Ну, да ладно. Будем, значит, там блокировать. Там уж точно мне такое не надо. Ну, это ладно, немножечко отвлеклись. Что касается погодки. На улице, видите, пасмурно. Но это все-таки утро, я думаю. Надеюсь, что будет солнечно. И что будет нормально. Видите, какие просторы. Кстати. Ну, мы, наверное, остановимся в Геленджике. Пишите в комментариях вообще, может быть, кто-то посоветует, куда сходить. Какие-то места интересные. Кто отдыхал в Геленджике, пишите. Но пока думаю, что в Геленджике, ну, если даже не там, мало ли, то кто-то рядом. Я думаю, что все-таки там наверно. Вот. Мы вообще очень, как-то не планировали никуда. Спонтанно, можно сказать, туда едем. Даже до самого последнего момента выезда мы и не знали, Женя, где мы будем ставить. Очень как-то так. Здесь как-то что-то непонятное. Трава, что ли, какая-то. Поля такие зеленые. Ну, я просыпаюсь, смотрю уже табличка Краснодар. Думаю, красота. Ну, я бы еще, наверное, бы спала. Да, дыхаю кто-нибудь. Не, ну, уже как-бы все. Теперь проснулась, а разрываться туда-сюда нормально. Хорошо быть так. Получилось поспать. Я что-то не поняла еще с погодой. Мелкий какой-то дождик. Посмотрите, туман впереди. Но это не туман, это что-то. Это изморозив. Да, это уже там дождя вот такой. Интересно, будет хотя бы тепло или нет? Я не знаю. Я не знаю. 12 градусов. Я не знаю. Блин. Жень, ну что, я взяла жилетку теплую, куртку взяла кожаную, правда. Да я не брала зимнюю куртку. Я не брала зимнюю еще. Я вот тут жилетку взяла. Погода там мерзкая сегодня. Ну да. Может быть, изменится еще. Будем надеяться, что все-таки... Москва разгоняет облака, скорее всего, сюда идет. А почему разгоняет? Там же 9 марта, еще рано. Да. Мы начали уже сегодня. Сегодня начали, да? А что здесь тут прелесть начала? Да. Я думаю, сейчас наладится. Это просто утро сейчас. 9 утра, чтобы вы понимали. Ой. Куда-то прям совсем нас... Ну, не заправлю? Да, сейчас заправлю. Заправляемся. Что ж такое-то, что мы потеряем фокус? Фокус потеряли. Нашли. Собственно, вот. Это единственная теплая вещь, которая... Ну, она теплая, действительно, эта жилетка. Она мне как-то даже сейчас большевата, я бы сказала, стала. Не знаю почему. Может, так и было, это я не замечала. Ну, не знаю. Вот. И все. А остальное, как бы, я взяла еще один костюм. Ну, так, по мелочи. Я как бы и думала, что будет, наверное, прохладно. Потому что еще, как бы, начало мая. Погода должна быть, в принципе, не жаркой. Вот. Поэтому как-то так. Ну, что, ребята. Будем надеяться на лучшее. Надеяться, что вот эти несколько дней, да, что мы проведем на море, будут, как бы, нормальными. Мне удастся немножечко вам поснимать, показать, что вокруг. Собственно, для этого я и еду немножко развеяться, отдохнуть. Конечно, хотелось бы, чтобы развеялась с нами дочь. Она дочь ехать не захотела. Она сказала, что холодно. Учиться надо. Лучше уж летом. Так что надеюсь, что летом получится. Ну, не надеюсь, а уже будем стараться, чтобы летом все вместе поехать. Скорее всего, это будет середина лета. Если все будет благополучно, да, обстановка, как бы, у нас, то будем уже настраиваться на следующую теплую поездку. Там главное, чтобы погода была жаркая, а сейчас хотя бы теплой. Что-то как-то долго же нет. Мы заправляемся уже долго. Наверное, минут десять мы стоим. Что хотела еще сказать по поводу погоды. Ну, дождик, вроде бы, мелкий прекратился, но по-прежнему все пасмурно и как-то затянуто. Поэтому сомнения мне, конечно, такие одолевают. Вот, а будет ли вообще оно хотя бы немножечко тепла. Вот. И, кстати, я не знаю, сейчас смотрела, пока ехала. Там вроде есть какой-то музей, даже какие-то два или три музея в Геленджике. Также есть какие-то парки. То есть, я думаю, что, ну, есть куда сходить. Все-таки мы остановились на Геленджике. Тут уже в дороге как бы блуждала она по Геленджике, куда все-таки поехали, где остановиться. Ну, там просто рядом с Геленджиком Кабардинка. Мы там когда-то были, отдыхали и довольно-таки долго отдыхали. Года, наверное, два или три назад. Ну, да, наверное, как-то так. Даже три получается. Там мы всеми отдыхали. Диана поменьше у нас была. Вот. Женя с кофеечком идет. И, ну, в Кабардинке было нормально в плане набережной. Там сходить куда-то можно было. Спасибо. Тебе, кстати, кто-то звонил, сказал, что сейчас перезвонят. Вот. А в Геленджике вроде бы тоже набережная есть. שים tape. Сейчас всё мчим? Все, все мчим. Сейчас, вот.